итак всем привет с вами Нек и вы попали на мой канал в этой уроке это второй урок по написанию калькулятора в среде программирования Pascal на программе Lazarus с exe расширением файла то есть вы два раза кликните и откроется у вас калькулятор своего написания мы на прошлом уроке остановились о том что оформили дизайн самого калькулятора можно конечно еще давать я color оформлю красивенький например сервер почему бы нет кнопочки я не буду по-другому оформлять потому что и так красиво и самое главное в чем прикол в чем прикол написания калькулятора давайте я все вам объясню итак чтобы найти лейбл я думаю люди которые понимают которые уже для написания калькулятора нужно уже урока 3-4 отсидеть и понять все для написать взять собрать всю информацию для написания калькулятора но мы с вами мы на калькуляторе с вами уже не на первом уроке на каком-то там таком я не знаю у меня это первый урок а так вообще это урок четвертый либо третий и так мы с вами остановились мы с вами берем первое число у нас первое число это мы берем и лейбл и лейбл это находится в стандарт потом у нас есть инструмент как баттон баттон тоже в стандарте находится и это вот эти баттон эдит эдит это у нас вот он все находится в стандарте в общем да и в принципе то и все что нам понадобится а теперь как вот что это такое это менюшка позволяет оформлять какие-то цвета параметры в общем например можно поставить этот колор колор то есть цвет можем тут поставить цвет я поставил silver давайте ничего не будем больше менять тут мы все установили как как установить размер например но тут понятно что вот так вот нужно делать вот так вот потом как установить вообще размер шрифта а вот тут есть фонд фонд находите фонд вот на эту кнопочку нажимаете тут находите сайс и вот тут есть можете указать подходящий для вас размер в общем теперь мы с вами переходим к написанию самой самого калькулятора потому что сейчас мы оформили только его как бы как это назвать можно дизайн как он будет выглядеть его все красота это телефон жужжить так что не обращайте мнение даже выключился и так нам понадобится переменные это уже курс старшей группы то есть это уже посерьезней простую программу возвращаемся к простой к программе как там что нужно делать то есть вспоминаем что такое переменные что такое ну тут в давайте возьмем за x и укажем тип интеджер пишем и давайте я сразу так нам понадобится вот это процедура вот это вот это вот это вот это вот это вот это больше не понадобится и так и сейчас подождите перерывчик я делал паузу потому что мне надо было отойти но мы с вами продолжаем для вас это было секундой в общем мы остановились на том что мы переменную указали нам понадобится всего получается давайте посчитаем для ввода первого числа для ввода второго числа да в принципе то и все две перемены нам понадобится пока что давайте пока работать двумя переменными а потом уже по ходу действий будем менять добавляет переменные уничтожать как бы это странно не звучало в общем посмотрим итак у нас есть edit 2 это edit 3 так ну и поехали так начнем так пожалуй с первого числа это edit 2 что нужно писать тут значит а например нам нужно что вот мы записали первое число как записать вообще первое число записываем edit 2 так я если не ошибаюсь давайте вначале зайдем в форм зайдем форм события форм create три точечки вот она процедура наши тут пропишем с первого первоначальную сколько будет переменную x 2 это очень равно 0 и . обязательно . запятой если кто не знает и сейчас я быстро посмотрю это я сам был уже ну в принципе тут ничего сложного нет но я забыл давайте посмотрим чем а вот же у меня пароль это не пароль а сам код когда я писал бата один клик это а мне нужно записать если выйдет так что-то я забыл ладно ну начать просто берем нам понадобится еще одна перемена пока что тоже и в общем короче что-то у меня не так хотя все так записываем то что x глинатик и загребил что за что происходит случайно где ты да я так и думаю x равно две точечки равно записываем то есть мы определяем записываем какое-то значение пишем чтобы нам привести строк строку число короче у меня проблемы конечно с написанием видео у меня записывается молодец записываешься чтобы привести нам число строку точнее нам нужно привести строку число мы записываем с так сам вспомню да записываем с вами int to стр скобку открываем спасибо я это случайно из int to str edit который мы записываем это двоечка получается edit 2 точка текст думаю английский тут понадобится не так вот это button 1 и x y точнее равно int to s s s tr тоже так же записываем только уже edit следующий это у нас получается вот это 2 числа 3 точка текст скобку закрыли приставили точку запятать и так дальше нам надо вуаля если мы хотим сделать вот button 1 вот действия прибавить сложить числа значит мы записываем в ответ то есть вот это дает следующий edit edit 4 двоеточие равно вроде бы да int to str x плюс y сейчас я объясняю почему так важно написать эту int to str потому что вы приводите строку строку в число и главное не путать str to int с int to str потому что это разные вещи в одной мы число строку переводим это мы переводим str to int а и чтобы перевести строку в число мы записываем int to str на этом уроке это подходит этот урок концу спасибо за просмотр этого урока на последующем продолжим ставьте лайки подписывайтесь на канал ссылочка на третий урок будет в описании и всем пока до свидания пока пока много